Записываем, значит, на практике у нас тоже тема. Неопределенный интеграл, методы интегрирования. И у нас с вами сегодня мы вот те же самые методы интегрирования, которые были у нас на лекции, мы с вами пройдем. То есть это у нас метод замены переменной, метод интегрирования по частям. Ну и непосредственно интегрирование тоже. Парочку сейчас примеров мы с вами разберем. Итак, первое у нас непосредственно интегрирование. Итак, непосредственно интегрирование. Это у нас, когда мы используем наши свойства. Свойства у нас, соответственно, были следующие. Это у нас, которые нам здесь на самом деле нужны. Это у нас, по большому счету, мы в одно свойство записали, что интеграл от суммы либо разности двух интегралов. Это сумма либо разность интегралов. И второе свойство, это мы константу можем выносить за знак интегралов. Ну, мы на лекции записали это в одно свойство. Здесь я запишу в два свойства, да, но мы понимаем, что это у нас одно и то же. И мы используем таблицу интегралов, используем непосредственно интегрирование. Мы с вами будем решать интеграл. Итак, пример. Итак, я записываю несколько примеров. Продолжение следует... Итак, интегралы у вас есть. Итак, я разбираю, соответственно, первый интеграл, да, то есть как непосредственно интегрирование его найти. Ну, здесь у нас, первым в нашем интеграле, здесь всего лишь одно у нас есть количество, это то, что константу можно вынести за знак интегралов. Постанта у нас 5, то есть я могу записать это 5, интеграл на поле из 3 минусых в квадрате. После этого мы смотрим в таблицу интегралов, да, и смотрим на какой интеграл у нас этот похож. Я здесь сбоку вам пишу, на какой я смотрю интеграл, ну, я их не смотрю, понятно, они мне их не переплажают. Ну, куда вы должны, по крайней мере, смотреть. Итак, это интеграл такого плана единица на поле из а квадрат минус х квадрат делится. И это у нас есть либо арксинус х делить на а плюс константа, либо минус аркосинус х на а плюс константа. Итак, в таблице это нашли такой интеграл, видим, что здесь а у нас равно 2, ну, нам без разницы здесь арксинус либо аркосинус писать, поскольку у нас эта задача ни к чему не привязана. Поэтому я убираю арксинус 5, арксинус х делить пополам плюс константа. Тем самым я делаю пример, я решила. Виктория Викторовна, минус 2 в квадрате сложивает 4, почему мы на 2 делим, а не на минус 2? Может поделить на минус 2. А разницы нет, да? Ну, на самом деле, если мы поделим на минус 2, тогда у нас, ну, несколько, чуть-чуть другая вещь получится. Вот. То есть, если мы поделим с вами здесь на минус 2, то арксинус у нас функция какая у нас? Нечетная, это минус вынесется. Тогда у нас минус вынесется еще и снаружи. Здесь мы, естественно, по умолчанию считаем, что у нас все эти числа, которые мы извлекаем в корне квадратные, они у нас положительные. Значит, у нас получится точно сюда знака. А то есть, если мы проведем операцию как дифференцирование к минус, вот 5 арксинус и плюс, то у нас такой же интеграл получится. Ну, то есть, под интегральное выражение 5 делить на корень из 4 минус x квадрата. Ну, да. Все, спасибо. И как себя проверить? То есть, чтобы себя проверить, мы берем 5 арксинусов. x пополам плюс константы и дифференцирование. Итак, ну, от константы производная 0. Здесь 5 мы вынесли. Производная от арксинуса. Именно единица делить на корень квадратный. Единица минус x квадрата. Здесь у нас в качестве x квадрата x пополам в квадрате. Видим, что функция у нас сложная. И на производной оттоложке внутри. Производная от x пополам это у нас одна сторона. Ну, и осталось упростить. 5. Если у нас единица. Здесь к общему знаменателю приводим. Получаем 4 минус x квадрата. Делить. Ну, я весь корень поделю на 2. На 1 и 4. На 2 корень и 4. И умножить на 1 вторую. Двойки у нас сократятся. И вот у нас получается то, что у нас стояло с вами под инфекцией. То есть себя проверить вы всегда можете. Особенно это касается, когда, если вы там делаете, допустим, домашнюю работу, можете пользоваться для проверки, допустим, там, математики, либо метлом, либо еще какими-то математическими пакетами. Но я вас призываю не просто какой-нибудь калькулятор, который кто-то придумал и вынесел в интернет, какую-нибудь нормальную математическую программу, чтобы вы видели, что у вас получается. Иногда получается так, что формулу там сворачивать, преобразование делать. И вроде у вас получилось одно, там получилось другое. Но всегда можете проверить, взяли, продискипенсировали и все. Смотрите, получилось под интегральную функцию или нет. То есть понятно, что, в принципе, интегрирование, то есть там можно всякие преобразования делать и прочее, но можно разными методами, тем более, если более сложные интегралы решать, получать. Но вот чтобы такого у нас не было, вы можете получить разные ответы, ну, визуально разные получать. Но на самом деле это просто будет одно и то же. Где-то не свернули, где-то наоборот что-то разложили и так далее. То есть это вот, то есть, сюда, поверхностно, депрессирование, вы можете сказать. Так, желающие у вас следующие примеры? Можно попробовать. Смотрите. Так, сейчас. Видно, нет? Да. Я уже написала условие. Ну, получается, здесь мы можем использовать свойства разложения, или как это правильно назвать. Ну, в общем, на два интеграла разность. Да, интеграла. Разность интеграла. Так. Так, ну, дальше, если смотреть по таблице, надо писать общий случай или нет? Да, нет, нет, не надо. Первый интеграл еще, из первого интеграла можно шестерку вынести за интеграл, но я это сделаю уже сразу. Угу. Хорошо. Так. То есть тут у нас получается... А шестерка у нас за скобочкой, правильно я понимаю? Да. Ну, да, ну, вроде бы так. Вот так, правильно получается. Да, ну, как раз на лекции говорили о том, что если у вас нет, то это правило получается, что в принципе нам достаточно одной константы. Здесь достаточно сказать, что это шестерка у нас за скобочкой, минус экспонент, плюс константы. А если вы увидите константы произвольные складывания, вы считаете, все равно у нас получается произвольная констант. Я тогда запишу, как вы сказали. Хорошо. Угу. Спасибо большое. Так, следующий интеграл. Давайте. Сейчас демонстрацию. Совместное использование, да, я правильно вспомнила? Угу. Как видно? Я уже написала. Так, ну, сразу начнем с того, что четверку можно вынести за скобку. Ну, за интеграл, точнее. То есть останется единица поделить на 9 минус x в квадрате. Ну, я заметила, что, получается, тут еще можно минус единицу за интеграл вынести, чтобы логарифт получился натуральный потом. Да. Я могу так сделать? То есть я минус четверку выношу. То есть это интеграл от единицы x в квадрате на минус 9. Так, ладно. Да и x. И получается, что, ну, у нас минус 4 и умножается на единицу на 2 умножить на 3 по формуле. Да. Логарифм умножить на… Ой, логарифм модуля x минус 3 на x плюс 3 и плюс константа. Да, хорошо. Все. Подождите, его не выключайте пока, да? То есть мы какую формулу здесь использовали? Используем, что интеграл у нас от единицы делить на x минус а в квадрате. То есть это есть высокий логарифм единицы на 2а и логарифм x минус а на x плюс а. Да, то есть мы использовали эту формулу и, соответственно, непосредственно получили следующие интегралы. Хорошо, пожалуйста, по-большому. А, Виктория Викторовна, извините, я вас прояву, а запись лекции будет? Конечно. Здорово, спасибо. И практики будет. Все точно так же. То есть у нас, я насколько понимаю, что у нас есть студенты, которые вообще не смогут приехать, да? То есть только там по каким-то там причинам, то там мы и будем выкладываться. Будет лекция выкладываться, точно так же будут выкладываться и практики. Более того, я на лекции говорила о том, что сейчас я буду вести в 5-й, 6-й, 8-й, 10-й группы практики пока. Ну, за следующей недели, я не буду совместных ваших практик, да? То есть я буду в каждой группе вести занятия. Вот, то есть если вы чувствуете, что что-то не понимаете, либо хотите еще что-то порешать, да? Ради бога, можете прийти к другой группе и порешать. Потому что здесь ситуация такая. Это интегрирование, это не дифференцирование, да? То есть здесь себе это нужно, эти инструменты, владеть так, чтобы вы, соответственно, могли решать там интегралы и не спотыкаться. Потому что у нас как снежный фон, да? То есть мы производные как бы научились решать за первый симметр. Вот, теперь мы с вами интегрировали, где будем применять эти производные. Потом мы с вами будем дифференциальные уравнения, которые за собой потяжут эти интегралы и так далее. Да, и следующий симметр, там, у нас уже пойдет, видите, нескольких переменок, там у нас уже будут кратные интегралы и так далее. Вот просто не тормозились просто на том, что какие-то вещи элементарные, а вы их не знаете как сделать. Поэтому я еще раз проживаю, что пока есть такая возможность, да, тем более дистанционка, то вам никуда там лежать не нужно. А вы включили компьютер, ну, тем более, что, может, там, не обязательно вообще там непонятно, но бывают какие-то темы более сложные, бывают более простые. Но непонятно, можно и два раза прослышать и какие-то причины вопросы задать. Ну, так, хорошо, следующее нам поменьше. Виктория Викторовна, я хотела спросить просто относительно лекций, вот куда они выкладываются с практиками. А ведь у нас, получается, в Мудли новая, получается, ссылка теперь для мотоанализа. Да, ладно, ладно. Туда скажем, хорошо. У вас сейчас новую открыли, и туда будем, ну, туда скажем, подлинные. Виктория Викторовна, записи практик других групп можно будет посмотреть, и будут ли они вестись? Ну, те, которые я веду, да, то есть, они будут выкладываться. Хорошо. Они, то есть, будут выкладываться, ну, к ним будет доступ открыт в общем, если я из другой группы. В принципе, да. Хорошо, спасибо. А, извините, можно вопрос? Да. Если вот просто пример, который, да, можно было через Арксинус решить, то это то же самое получается. Правильно. Который у нас с алгоритмом получилось? Да, да. Нет, вот из Арксинус вы уже никак не решите, потому что там, где у нас формула для Арксинуса, там стоит, что у нас корень квадратный из А квадрат минус Х квадрат. Да, а здесь у нас просто стоит Х квадрат минус А квадрат. А, все, спасибо, я увидел. Так, следующий у нас пример. Можно, пожалуйста? Давайте. Видно? Да, видно. Я вынес константу за знак интеграла и потом разложил по формуле 1 разделить на А, ну, и домножить на Арктангенс Х разделить на А плюс С. И вот это и получилось. Да, согласна. То есть мы здесь пользуемся формулой, да, мы пока не убирайте, я пока в комментариях включу. У нас была формула 1 делить на А квадрат плюс Х квадрат, да, и мы воспользуемся тем, что это есть единица на А, Арктангенс Х делить на А. Здесь у нас в качестве А это единица, да, поэтому у нас как-то делился тут на А и тоже делился на А в единицу. Хорошо, спасибо большое. Еще какие-то вопросы, например. Итак, ну, тогда мы переходим к следующему. Это у нас, мы сейчас начнем линейную замену переменами. На что я вам обращала внимание на линейство, я хочу, чтобы вы ее выполняли практически в основном варианте. Я еще раз ее запишу, что это у нас такое. Хорошо. И формула у нас следующая, что если у нас с вами есть функция f от Х, у нее первообразная f от Х большую, то тогда интеграл f от Х плюс Б, это есть единица на А, первообразная в точке АХ плюс Б. Ну, и в костанке. Еще раз показываю, как этим пользоваться. Ну, интеграл у нас следующий. Итак, допустим, я беру интеграл единица делите на 8 в квадрате 6х. Итак, я вспоминаю, что у меня интеграл очень похож на интеграл табличных единицы на 8 в квадрате. И это у меня есть что такое? Тангенс. Но здесь вместо Х у меня стоит 6х. То есть перед Х стоит коэффициент 6. То есть у меня вместо Х стоит линейная комбинация. А равна 6, а В равно 0. Я пользуюсь этой формулой. Единица делить на А. Перед Х у меня 6, значит, получает 1 шестая. Первообразно я вижу, что это у меня есть тангенс. Я пишу тангенс. И в той же точке, в которой была у нас треумачальная функция. Итак, то есть точки у нас получается 6х. И тем самым он с вами уже умеет решать такого плана задачи, когда у нас вместо аргумента стоит какая-то линейная функция. Вот так. Пример. Онтеграл Е в ступени 3х плюс 5. Итеграл Е в ступени 4х минус 3. Итеграл 7х по полу. Итеграл Е в ступени 2х плюс 5. Итеграл Е в ступени 3х плюс 5. 10 степень, 6, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, на корень квадратный 25, 9, 4, 5, 6, 5, 10... ... ... ... ... ... Спасибо. Можно я попробую? Да, конечно. Сейчас видно, да? Да. Получается такой вот интеграл, и у нас здесь а равно трем. Этого мы запишем 1 третья. Дальше на е. Тут, в принципе, то же самое. 3х плюс 5 и плюс c плюс константа. Хорошо. Да, то есть мы видим, что у нас здесь стоит линейная функция. Перед их все коэффициент 3, и у нас минусится 1 третий. Хорошо, спасибо большое, Иван. Если возникают какие-то вопросы, да, вы задавайте. Итак, следующий у нас пример. Я сейчас сделаю. Так, пятая группа подключается. Можно я сделаю, Виктория Викторовна? Здорово. Спасибо большое. Как это называется? Вот так. Так, меня слышно, да? Все, меня слышно. Отлично. Поехали. Значит, у нас интеграл от 1 делить на 4х минус 3. Очень похоже у нас интеграл на так называемый 1 делить на х, который, в свою очередь, у нас равен натуральному логарифму от того, что внутри. Собственно, мы видим букву А, это 4, поэтому представляем 1 делить на 4. А здесь у нас натуральный логарифм по модулю, по-моему, 4х минус 3. И константа. Хорошо, совершенно верно. То есть здесь у нас коэффициент 4, вынеслось 1 четвертый, и мы увидели, что интеграл похож на единицу делить на х. Совершенно верно. Виктор, а можете на секундочку показать, пожалуйста, примеры? Я просто побежала сразу решать. Хорошо. Сфотографировать быстренько. Хорошо, как я не слышал так. Сейчас. Да. Хорошо, сейчас. Все, спасибо. Можно третий решить. Давайте. Отключайтесь. Так, у нас интеграл синус х пополам. dx. Ну, тут а у нас 1 вторая, значит, будет двойка впереди. Так, хорошо. Первообразная – это минус косинус того же аргумента и константа. Так, хорошо, молодец. Итак, мы выключаем пока, да, то есть мы здесь видим, что здесь у нас коэффициент – это 1 вторая, да. Вот, и здесь у нас 1 вторая. Поэтому вот эта двойка – это что здесь? Единица – делить на 1 вторую. Это и двойка. Так, и у нас вынесла двойка здесь. Совершенно верно. Посидеть у нас той же самой точки и плюс пронимонная постоянность. Спасибо. Можно следующее решить? Я верну. Таблица. Так, видно? Да. Так, записываю интеграл от единицы разделить на корень из 2х плюс 5. Сейчас, учитывайте. Это слишком. Так, это можно записать как интеграл от 2х плюс 5 в степени минус 1 вторая. Да, и рис. И тогда аргумент… Ой, сейчас. Двойка при ксе… В общем, мы записываем так. 1 разделить на 2 умножить на… Первообразно это у нас получается сейчас корень из… Нет, не корень. Давайте, если вы записали вот так. Понял. То есть у нас будет что? То есть у нас корень похуже на интеграл от х в степени n. То есть получается х в степени n плюс 1 на n плюс 1. Да. Здесь у нас степень 1 вторая и делить все это еще на степень. Да. На степень. Нет, вот так и лучше. Нет, вот так и лучше. Делить на степень, чтобы было все понятно, что по-каку трубу вы будете просто применять. Хочеть не надо. Развитие не надо. Но второе. Так. И плюс константа. И плюс константа, да? Одна вторая здесь сокращается у нас. Да. И все можно сократиться и останется у нас. 2х плюс 5 в степени 1 вторая. Это можно сказать как корень из 2х плюс 5. Ага. И плюс константа. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Вопросы какие-нибудь? Да нет, нормально. Вау. Да. Можно, Анастасия? Да. Хорошо. 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 Так, ну что, здесь у нас получается коэффициент при x4, так, то есть это тоже у нас та же самая термола. Нет, здесь dx мы не пишем, да, то есть здесь у нас просто плюс остатка, хорошо. Так, спасибо большое. Можно? Давайте. Видно? Да. Хорошо. Здесь было 8 минус 1,2. Так, видно. Да, умножаем на, что там, единицителенную нам тронило, ой, слетело. Так, что не так. Да, слетела, сменю твой, тогда вынесла, сменю твой одна слегка. Да, простите. У меня что-то в интерфейс зума сейчас слетело. А, вот. Натуральный логарифм 3, 3 умножить на 3 в этой степени плюс c. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Таким образом, будем делать эту формулу. Да. То есть у нас а, это у нас минус будет. Хорошо. Спасибо большое. Так, следующее у нас. Давайте. Здесь у нас коэффициент минус 4, поэтому у нас минус на четвертое. Нужно на арксинус. Но тут же у нас же нету в квадрате x квадрате. Давайте посмотрим, а какой у нас коэффициент при x. Вот минус 4 это коэффициент при x квадрате. Если вы используете формулу, то есть вы пытаетесь использовать формулу единицу делить на a в квадрате минус x в квадрате. В вашем случае здесь вместо x что стоит? Получается 2x. 2x совершенно верно. И значит у нас перед x стоит коэффициент какой? 2x в квадрате минус x. 2x в квадрате минус x в квадрате минус x. И там минусы не будет уже. Так. Арксинус совершенно верно. Там, там, видите, у нас тут. Вместо x у нас теперь встает что? Вместо x у нас получается встает. Ааа. Вместо x будет не x на 5, а 100. 2x. Хорошо. Ну и забыли плюс про экологию постоянно. Вот. Прешевно верно. Не выключайте. То есть здесь у нас, да, то есть это вот чаще всего вот эти два инстегралов возникают, вопросы в этих инстегралах у вас возникают. Потому что здесь аккуратно, да, мы смотрим, что у нас стоит вместо x, да, то есть какая линейная замена здесь была. Здесь мы их заменили на два. И поэтому у нас коэффициент не 4, а 0, соответственно, вылезает от 1, 2, и здесь арксинус в этой точке, да, в точке 2. Хорошо. Спасибо большое. Так. Давайте гоним. Можно, можно подключать. Да, сейчас. Видно? Да, видно. Так, тогда у нас по аналогии с предыдущим у нас получится одна третья. Совершенно видно, да. Вот так умножаем на натуральный алгоритм. Ага. Модуль, корень тогда 3x. Ага, верно. Плюс корень 9x в квадрате. Плюс 4. Хорошо. И плюс констант. Молодец. Да. Здесь, наверное, здесь у нас перед x, да, то есть был x, а здесь у нас линейная замена стала 3x. Да. Тем самым у нас вот получился такой-то драм. Раз. Еще, наверное, спасибо большое. Однако, можно следующий попробовать? Давай. Давай. Да, куда ты? Да, сейчас по нему просто что-то не хотела писать, я сейчас экран. Почему-то не хочет. Ладно, давайте тогда я на следующий, сейчас разберусь с этим. Ну, чего-то, да, что-то подвисает, что-то беру. Ну, сейчас я тогда разберусь. Можно мне попробовать тогда? Давайте, давайте. Сейчас, секунду. У нас получается интеграл. Здесь, насколько я понял, можно вынести минус единицу, чтобы под формулу. Да, см похож на какой? Какая это формулка? Это так у нас называемый высокий алгоритм. Да, то есть, чтобы у нас х в квадрате минус а в квадрате было. Вот, то есть, ну, сейчас покажу. 9х в квадрате минус 16. Следовательно, у нас выносится минус 1,9. Дарья у нас по формуле умножить на 1 разделить на 2а, то есть 18. И натуральный логарифм модуля. Давайте тоже посмотрим. То есть, у нас здесь вместо х что у нас тут стоит? А, мы в формуле х. А у нас здесь в этой формуле стоит что? Х в квадрате. Получается, здесь у нас 3 получается, да? И, соответственно, здесь у нас есть формула единицы на 2а. Здесь 6. Здесь только аккуратно. Здесь а чуть другое. Это не то, которое вы вынесли. А там у нас формула была какая? Единица, 9х в квадрате минус а в квадрате. То есть, там-то в формуле как раз-таки вот это а, да? То есть, там единица на 2а в логарифм. То есть, получается, у нас здесь 4 тогда, то есть 8. Да, то есть, минус 1 в третье, минус 1 в 8. Совершенно верно, да? Поэтому у нас здесь х, у нас 3х, да? Получается минус е, ой, минус а, ой, 3х. Минус 3. Нет, а, у нас здесь другое. Опять. А, у нас 4, 4, все. 4 и x, 3x плюс... Можно вопрос? Откуда там появилась 1 восьмая? Сейчас я включу еще раз. Здесь у нас коэффициент используется 16. То есть, ну, у нас а в квадрате, то есть 4 в квадрате. Давайте вернемся, что единица, x квадрат минус а в квадрате. Это не с единицы, а на 2а, на которой стоит в логарифм. Да, а это у нас как раз, так и только здесь. Здесь у нас вместо а стоит, что 4, да? То есть, 4 в квадрате, это 16. И у нас получается единица, 2 в 4, получается 1 восьмая. Понятно, спасибо. Подождите, а можно еще вопрос? А минус откуда там? Мы вынесли, чтобы форму подформулу загнать. На самом деле, можно минус не выносить, просто в логарифме числительный номинат. Мы минус вынесли, он где в ответе? Вот где минус 1 третья? Да. А минус 1 третья мы разу не выносили, как минус 9 в квадрате? Там же еще минус 1 восьмая, разве нет? Минус 1 третья, минус 1 восьмая. Нет, аккуратнее, здесь нету никакой минус 1 восьмой. Итак, минус у нас, вот он был, вот он у нас остался. Вот отсюда у нас. Дальше, у нас здесь замена линейная, то есть был х, а у нас тут стоит 3х, потому что должен быть х в квадрате, а у нас стоит 9х в квадрате. Так, коэффициент перед х у нас 3, поэтому вынеслась 1 третья у нас. Дальше мы пошли по формуле, да, единица делить на 2а. Да, единица делить на 2а. А это у нас число, которое в квадрате у нас вычитается, да, то есть это у нас 4. То есть нет, не сдавать метр, но 2 умножить на 4. И все, но здесь у нас никаких минусов. Да, понятно. Идем дальше. Можно следующий? Давайте. Видно экран? Да, видно. Так, здесь перед x стоит 2 корня из 2, поэтому мы 1 делим на 2 корня из 2, а дальше по формуле просто идем. Тут будет 1 разделить на корень из 7, домножить на артангенс, 2 корня из 2x делить на корень из 7, плюс константа. Хорошо, мне нравится. Это не убираете, да, то есть здесь у нас стоит что? То есть у нас мы опять пользуемся формулой единица на а в квадрате плюс x в квадрате для x, и это есть единица на а артангенс, и выделить на а в квадрате. Ну, в качестве x мы здесь заменили, грубо говоря, на корень из 8 умножить на x, да, то есть это 2 корня из 2. Да, поэтому мы вот этот коэффициент должны вынести единица на 2 корня из 2. Вынесли. Дальше у нас стоит здесь а в квадрате, а у нас здесь в качестве а в квадрате стоит 7. То есть а у нас в данном случае это корень из 7. Да, вот по квадрате единица на а, единица на корень из 7, артангенс, дальше той же точке, что у нас и была в квадрате. Так вот она была в точке 2 корня из 2. Значит, у нас получается 2 корня из 2 делить на корень из 7 по нашей форме. Так, делить на вот это а. Совершенно верно, да. Это мне нравится. Все, когда у вас будет контрольная работа, да, то есть понятно, что если вы заберете в компьютер какой-нибудь калькулятор, он вам сразу все эти корешки свернет, где-то чего-то сократит, и сразу открыт включается. Поэтому, когда я проверяю, если у вас решения нет по большому, это считается, что вы открытся просто срисованы, а вы у нас мастера. Это, если это не последний, интеграмм. Да, можно еще раз? Последний еще остался. Давайте. Видно, да? Редексом у нас коэффициент 4, значит, 1 четвертая множить на минус катангенс 3х плюс константа. Здравствуйте, молодец. Я специально этот пример написала в самых калькуляторах. Потому что когда вы понимаете, что если у нас стоит квадратик, нужно, соответственно, корень не вылетать из х т, а потом вы извлекаете этот корень из всех, где видите квадраты. Ну, здесь Максим молодец. Нет, так. Исплохолон на самом деле правильный дистрибутер. Здесь перед х стоит четвертая, несмотря на то, что сила у нас так в квадрате. Потому что у нас есть табличный интеграл единица делить на сила в квадрате. Правда? Итак, вопросы по линейной замене переменов. Ну, надеюсь, что действительно нет. А можно еще вопросы, Виктория Викторовна? То есть у нас иногда, когда х в знаменателе, в числителе, ну, там какая-то константа, мы иногда, то есть когда решали, записывали либо в минусовой степени, либо раскладывали как квадраты. То есть вот последний пример у нас был, у нас там была минус первая степень, но мы не могли минус первую, ну, потому что у нас не берется, да, ну, то есть вот у нас был пример 1 делить на 7 плюс 8х квадрат. То есть мы не могли записать как 7 плюс 8х квадрат в минус первой. Да, совершенно верно, потому что у нас форму она у нас справедливо пока степень не равна нижней. Да, да, все, выточнить хотел просто. Когда у нас есть единица, это у нас логарифм. Да. Да, потому что, ну, да, то есть производная логарифма, там, соответственно, получается единица на x. Так, я прошу прощения, сейчас у меня актуальнилию звонить, я сейчас. Продолжаем. Итак, следующее у нас, что мы должны научиться, это интегрировать по частям. Итак, то есть следующий метод, это интегрирование по частям. Итак, ну, для тех, кого не было, да, я формулу выписываю, интеграл у... Виктория Викторовна, трансляции не было. Так, сейчас включу. Так, для тех, кого не было, выписываю формулу. Интеграл у, д, в, это есть у на в минус интеграл ВДУ. Итак, когда у нас применяется интегрирование по частям? Когда у нас стоят произведения так называемых разнопородных функций? То есть, одна тригонометрическая, другая многочлен, либо на самом деле стоят тригонометрическая и показательная, но там отдельный случай, да, и, то есть, там надо посмотреть, что это будет. Вот, но все равно, так или иначе, это все решается через интегрирование по частям, либо просто, вот, допустим, вы же не знаете, чему равен интеграл к логарифму, да, то есть, здесь его без того, как интегрировать по пятям, мы с вами не сможем выяснить, чему равен интеграл к логарифму и так далее. То есть, здесь стоят какие-то либо функции, может быть, обратные функции, то есть, от архтангенса можно взять, интеграл и так далее, либо, соответственно, произведение вот разных функций. Итак, что берем за У, что берем за ДВ. Итак, я уже писала, что если у нас есть интеграл, и здесь стоит многочлен, который умножается либо на синус, либо на косинус, либо на экспоненты, либо на А в степени Х, то рекомендуется брать в качестве У многочлен. То есть, если вы возьмете в качестве У многочлен, то тогда у вас интеграл сведется к более простому интегралу. Ну, в идеале, так вообще сразу войдет. Если у вас стоит какая-то функция на логарифм, который чаще всего у нас интеграл исключает, то тогда за У надо брать логарифм. То есть, это не значит, что мы не можем брать за У другую функцию. Может, просто у нас тогда интегралы получатся более сложными. Ну, а зачем нам более сложные интегралы? Итак, интегрирование по частям. Пример я еще походим распроведу. Итак, интеграл. Ну, теперь мы уже замену переменной, допустим, знаем. Я напишу так 2х плюс 5 умножить на е степень х. Итак, я вижу, что у меня стоит многочлен, я вижу, что у меня умножается на экспоненту, и я, соответственно, выбираю за У это у меня многочлен, соответственно, все остальное это у меня ДВ. Я пишу подробно. Итак, У это у меня многочлен, то есть 2х плюс 5, ДВ это у меня е степень х ДХ, и я должна найти по нашей формуле, что такое и ДУ и что такое В, чтобы сюда подставить. Итак, ДУ дифференциал ищем от 2х плюс 5 у нас получается 2 ДХ. То есть производная от 2х плюс 5 это двойка. У нас получается 2 ДХ. Чтобы найти В, я должна проинтегрировать наше вот это уравнение, то есть взять интеграл справа и интеграл слева. То есть это интеграл от е степени х. Здесь никаких константов произвольных не пишем, то есть у нас получается е в степени х. То есть мы выяснили все наши фонды, которые входят в нашу формулу. Ну а теперь используем это. У умножаем на В. У у нас 2х плюс 5, В у меня е в степени х. То есть У на В минус интеграл В ДУ. В это е в степени х, ДУ это 2х. 2х. Двойку я в интеграле могу вынести и интеграл от экспонента это есть экспонента. И у меня получается 2х плюс 5 на е степени х минус 2х на е степени х и не забыли записать произвольно постоянно. Тем самым мы с вами нашли вот такой интеграл. мы с вами тоже теперь не решаем и так теперь для вас пример интеграл х Ну, вот, вот, вот. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Так, хорошо. Вот, вот, вот. Вот, вот. Вот так. Вот, 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 вот. Вот, вот. 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 Хорошо. Ну, вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. это ум 5x плюс 3 умножить на dx просто да это дифференциал и умножить на dx верно да это получается 5 на dx вот все теперь я понял вот а в у нас равняется интегралу от dv вот это уже косинус двойного угла на dx это то что мы уже делали это одна вторая потому что а у нас равняется двум косинус нет да верно верно вот одна вторая а косинус x у нас дифференцируется как минус синус нет как плюс синус минус двойного x и это наше в и теперь вот это мы уже подставляем и получаем что оно равняется нашему ну вот тут вот вот эта штука она равняется у на v 5 x плюс 3 которую мы сохранили на косинус двойного нет на v а в у вас это одна вторая синус 2x просто у вас формула у точно все да я понял вот мы отсюда берем одну вторую на синус 2x ну да интегрируем 1 2 синус 2x умножить на 5 dx так и вот этот интеграл мы тоже должны делать верно так хорошо так 5x плюс 3 1 2 1 2 синус двойного а как мы опять что а ну нет это уже мы можем это получается опять же одна вторая верно и уже минус косинус да здесь у нас остался интеграл от синуса 2x коэффициент у нас перед x двойка вынеслась у нас одна вторая и минус косинус 2x да еще плюс константы да и плюс константы фу жесть какая но спасибо кроме одной формы вы здесь вам больше ничего и не нужно все остальное здесь просто как я могу сказать свое время когда я училась в институте да я говорю я вас расслабила нам говорили стоить игральчиков да и если один неправильный плюс 50 подарок преподаватель давал ну в общем я могу сказать группа интегрировок научилась вопросов ни у кого не возникло поэтому на самом деле здесь действительно нужен просто вот и тренировка здесь больше ничего не нужно потому что здесь помимо того что мы с вами проходим методы интегрирования их нужно будет еще видеть да то есть не просто да то есть вам вот этот интеграл на эту тему вот этот на этот то есть вам нужно когда у вас вообще где-то встречается вы должны хотя бы понимать что и как чтобы не было так что вот хотя бы потом могли при прикинуть верный там ответ или нет а ты математические пакеты как оказывается они тоже допускают ошибки там и на самом деле то есть можно там найти какие-то такие параллельные вещи то есть в прикательных функциях они выдают по всем законам то должно было быть положительное слово он выдавал нечисленное а вот поэтому да бывайте готовы итак следующий раз можно попробуем меня слышно за у возьмем x так за у возьмем x и и за v возьмем за dv возьмем синус x на 2 ну короче вот это все за dv вот это все за dv сразу же dv вычислим это но он будет равен dx потому что там производная таксада умножить на dx это равно dx до у равна dx и v получается из интегрирования обоих частей ну вот этого равенства и тут тут воспользуемся замен заменой переменной как вынесением переменной за знак интегрирования это будет 1 делить на 1 ну перед иксом стоит коэффициент 1 2 это значит 1 делить на 1 2 это 2 домножить на домножить на минус на минус косинус на минус косинус x на 2 в равен в равен вот этому согласны так теперь теперь составляем формулу это равно получается равно да это будет у на в то есть икс с минусом домножить на 2 домножить на косинус x на 2 косинус x на 2 косинус x на 2 то есть это можно минус сразу вынести тут плюс будет да чтобы там не загромождать и будет 2 домножить на косинус x на 2 это в угу косинус x на 2 так и домножить на ду и это будет dx то есть домножить на dx угу на dx и это все равняется так сейчас вот эту часть просто перенесем это просто перенесем и получается плюс опять пользуемся вынесением константы и заменой переменной то есть там стоит коэффициент 1 2 то есть еще на 2 умножаем то есть домножаем теперь уже на синус x делить на 2 верно я сыграл косинуса это сила да то что у нас тут была одна вторая еще одна двунка у нас появилась верно так ну и в принципе все и плюс c да плюс c конечно вот все плюс c так нет вопросов ага а потом на экзамене нет вопросов так ну надеюсь что действительно нет поэтому так давайте я отключайте демонстрацию покажу сейчас я покажу что у нас там я нарисовала что у нас там я нарисовала вот так следующее кто у нас можно я давайте те кто у нас еще не ходил доски актуальны давайте давайте я понимаю что вы так можно я половина скид ну давайте давайте не видно слышно я переписываю одну и так получается у нас у будет натуральный логарифт верно верно вариантов у нас нет да dv это просто dx это просто dx верно do это 1 на x да мы берем производная логарифта натурального да и на dx а да так то есть производная логарифма это единица на x это и так у нас интеграл dx это 1 да нет но интеграл dx это что x x да все хорошо умножить на x минус интеграл только аккуратно интеграл у нас какой v v v v вы написали половину написали в целях только v а v ага да я понял x x получается x у нас будет да у нас просто x с в в в в в в в в у в в в в в подстанку изменить вот так забрасывай все спасибо большое пожалуйста Субтитры делал DimaTorzok Так, можно. Давайте вязать. Субтитры делал DimaTorzok Хорошо. DimaTorzok Ду у нас точно такую же будет, как и в прошлом примере. DimaTorzok DimaTorzok Короче, вы поняли. Букву С не надо писать? Не надо. Да, хорошо. Букву gusto. Да. Хорошо, верно. То есть на х мы сократили, остался у нас, вот играл, а как бы третий х квадрат вот здесь. Так, то есть вот здесь у нас стоит интектакль, мы затем его закрыли, ну ладно. Откройте еще раз там. То есть здесь вот у нас только получается под интеграл, у нас интеграл стоит от одной трети х квадрата. Да, и отчет у нас получается одна треть вынесли от х квадрата, х квадрата. Хорошо, спасибо большое. Ну еще один интегралчик мы вполне успеваем решить. Так, и желающий у нас. Ну и я могу в целом. Можно? Да, давайте. Пятый же интеграл у нас, да? Да, пятый. Получается тогда 2х минус 1 и умножить на х. Здесь мы берем за у 2х, так сейчас, да, 2х минус 1. И задерживаем сразу. Так, 3х. И так, ну да ладно. 3х, да, 2х, да, 2х? Да, 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 сейчас. Получается... Здесь... А, да, 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 точно, да, понял. А, да, да, здесь записываем 3х разделить на натуральный логарифм. Да, согласно. А, да, для перефисиала у мы записываем 2dx. А, да, 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 и мы получаем тогда 2х минус 1 умноженное на 3х разделить на х. Минус интеграл 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 3х разделить на натуральный логарифм 3х умноженное на 2dx. И тогда мы... Сейчас перепишу эту часть. Это первообразно будет выглядеть следующим образом. Как коэффициент мы выносим. То есть у нас и двойка, и логарифм 3х, это у нас обычная чипка, которую мы вместе вынести за знак интеграла. Мы их вынесли и берем интеграл от 3х, а он у нас равен 3х разделить на натуральный логарифм 3х. И не забываем про константы. И просто, да, это есть ответ, можно красиво записать, но в целом... Можно, но не красиво, но пока правильнее. Потому что задача сворачивается, то есть верно, то есть мы главное, если чипы эти вынесли, И опять у нас интеграл получился от 3х степеней, и соответственно, опять же, это 3х степеней на логарифм 3х. Итак, домашнее задание я вам также буду выкладывать, соответственно, в нашем модуле. На сайте ЕКОН, естественно, у нас там новая нам вкладка. Далее, ну если не сегодня, то завтра и заполнит, да, и, соответственно, у вас там будет домашняя работа. У меня большая... Сдавать ДЗ не надо в модуле, да, вы ее делаете, я домашнюю работу, вы ее там проверяете. Если вдруг у вас какие-то возникают вопросы, да, то, пожалуйста, те интегралы, которые у вас не получились, не возникли вопросов, разрешения и прочих, вы себе поймете, чтобы мы смогли с вами разобрать. То есть моя задача, чтобы вы, соответственно, разобрались в этой теме, да, и если никаких у нас непонятных вопросов больше не возникало, то есть именно с теми методами интегрирования, которые вы сегодня прошли. Просто дальше у нас падают следующие методы интегрирования, да, то есть, например, потом у нас как бы не накапливались различные незнания, да, иначе у нас потом до зачета мы с вами не доживем. Итак, когда у вас там будет контрольный либо типовой расчет, то я вам, соответственно, заранее все потом сообщу. Продолжение следует...